Этот фильм показывает тракторы Ford Model B, которые выпускались компанией Ford Tractor Company в Миннеаполисе с 1915 по 1917 годы. Внимательный зритель может возразить мне, что Ford не имел завода в Миннеаполисе и в то время выпускал свои продукции в Детройте. Это верно, но дело в том, что тракторы Ford Model B не имеют никакого отношения к знаменитому промышленнику и производителю автомобилей Генри Форду, по крайней мере прямого. Эти машины производились предприимчивым человеком по имени Уильям Байер Юинг, который таким образом номеровался заработать на хорошо известном имени Ford. До того, как заняться тракторным бизнесом, Юинг же владел компанией, которая продавала различные машины фермерам. И, конечно же, он не мог не увидеть, как начало развитие в то время тракторостроения. Оценив перспективность этого дела, Юинг решил открыть свое предприятие в этой отрасли. После того, как Юинг получил в одной из компаний права на разработку одного из ее тракторов, начался поиск его названия. Юинг понимал, чтобы привлечь покупателей к новой машине, ее название должно быть узнаваемое и достаточно сильное. Как раз в это время ему на глаза подвернулся некий Пол Форд, молодой электрик одного из местных предприятий, которого Юинг нанял к себе и назначил его директором в обмен на использование его имени для названия компании и ее продукции. Гениально, ведь в те годы практически все, что на своей паспортной табличке имело надпись «Форд», уже имело готовый рынок и гарантированные продажи. Так появилась «Форд Трактор Компани». Несмотря на то, что компания заявила, что мистер Пол Форд был изобретателем и конструктором ихнего трактора и посвятил годы своей жизни его изучению, на самом деле этот «Форд» ничегосенько не смыслил ни в тракторах, ни в каком-либо другом типе сельскохозяйственного оборудования. В конструкции трактора «Форд Модель Би» имелись серьезные недостатки, допущенные еще компанией-разработчиком, у которой Юинг купил на нее права. И эта машина требовала серьезной доработки. Но Юинг не стал тянуть волынку, он был уверен, что имя «Форд» сделает свое дело, и «Форд Модель Би» вышел на рынок. Было заявлено, что эта компания производит 5 машин в день, а затем аж 20, и тракторы продаются быстрее, чем их можно произвести. В рекламных постерах писалось, что «Форд Модель Би» при цене 350 долларов за единицу своей работой заменяют от 6 до 8 лошадей, и при этом расходы на него будут обходиться фермеру гораздо дешевле, чем содержание животных. Также гарантировалось, что компания в течение года покроет все расходы на запасные части, а в случае недовольства владельца машин, безоплатно обменяют ее на другую. Заказы с залогом в 75 долларов за один трактор начали поступать со всего мира. Но уже через несколько месяцев над «Форд» трактор компани начали сгущаться тучи. Персонал компании потратил 10 130 долларов, полученных в качестве залога, но ни один трактор не был отгружен заказчиком. А еще через некоторое время этот карточный дом крупнул. Компания «Форд Трактор Компани» из Миннеаполиса обанкротилась. Было продано не более 100, а может быть и всего 30 тракторов «Форд Модель Би». Но, как ни странно, жадность и обман этого человека дали и позитивное наследие. Ужасное качество одного из его тракторов, как считается, послужило толчком в создании испытательной лаборатории тракторов в Небраске, место, где и сейчас проходят обязательные испытания все модели тракторов, которые продаются в США. Некий мистер Крузье был обычным и никому неизвестным фермером в Небраске, но до того времени, пока в 1916 году, он решил купить себе трактор. При выборе подходящей машины он клюнул на заброшенную дьюингом наживку и выложил 350 долларов за форму «Дель Би», полагая, что это продукт знаменитого генрифорта. Новый трактор вышел из строя до того, как пришел счет от дилера. Даже после того, как сломанный порт обменяли на новый, рекламируемый, как способный тянуть пару 14-дюймовых плугов, обнаружилось, что и сейчас никакой работы от него не будет. Трактор не только не тянул два плуга, но и без них еле-еле передвигался. Впоследствии этот человек был избран сенатором законодательного органа Небраски и в 1919 году он продвинул закон об испытаниях тракторов в Небраске. Согласно этому закону, ни один трактор не может быть разрешен к продаже в этом штате без разрешения, которое выдается производителю или дилеру, только в том случае, если его трактор соответствует всем заявленным в его рекламе показателям. Специально для тестов тракторов была создана испытательная лаборатория тракторов в Линкольне. По прошествии нескольких лет вся тракторная промышленность США приняла тесты сельскохозяйственных тракторов в лаборатории Небраска в качестве золотого стандарта по всей стране.